Если этот кусочек свечи просто поджечь, то он сгорит в течение часа. А вы знаете, что эта свеча может гореть в 68 раз дольше? Сама идея стара как мир, но некоторые из подписчиков этого не знают. Поэтому проведем эксперимент, цель которого скорее не доказать, а показать, как увеличить и рассчитать длительность горения любой свечи с точностью до часа. Для эксперимента возьмем два одинаковых кусочка свечи, несколько тарелок и чашку. Одну свечку приплавим к чашке, другую к тарелке. Кстати, если чашку заполнить обычной водой и применить чайный лайфхак, длительность горения свечи увеличится в два раза. Видеоматериал с этим опытом у меня есть. Если интересно, пишите в комментариях. Но сегодня обойдемся без воды. В этой банке подсолнечное масло из-под пончиков. Обычно хозяйки, приготовив пончики или картошку фри, масло выливают. А зря. Это отличное топливо для свечей. Нальем почти до края. Это не первый мой опыт. Поэтому могу сказать, что учитывая погрешность, плюс-минус полкубика, здесь 200 миллилитров масла. Сделаем несколько скриншотов до начала эксперимента. Они нам пригодятся. Подожжем свечи. Поставим часы. Отсчет времени начнем с момента, когда огонь коснется масла. Похоже, что отсчет времени можно начинать. 12.10. Увеличим скорость видео. На длительность горения правой и левой свечи влияет 4 фактора. Состав, диаметр свечи, толщина нити и внешняя температура. В гараже у меня сейчас около 20 градусов тепла. Свеча в тарелке вот-вот потухнет. До 35 минут не дотянуло. Не стоит мелочиться. Будем считать, что она горела 35 минут. Свеча в масле на первый взгляд, какой была, такой и осталась. Дальше увеличим скорость воспроизведения и посмотрим, что изменится через 3 часа. Если кто-то в комментариях будет писать, что такая свеча коптит и от нее пахнет пончиками или чем-то еще, не верьте. Это не так. Эта банка ожидала своего часа где-то с полгода. Когда открыл крышку, был слабый запах прогорклого масла. Но при горении этого запаха и копоти нет. Про масло от картошки фри ничего сказать не могу. Но мне кажется, что при горении свечи запаха жареной картошки не будет. Отпишитесь в комментариях, если я ошибаюсь. И наоборот. В качестве альтернативных свечей наверняка можно использовать и другие продукты. К примеру, свиной жир, маргарин и сливочное масло. Есть и более нестандартные идеи на тему альтернативных свечей, о которых скоро расскажу. Наверняка подобные идеи есть и у вас. Наиболее интересные мы можем проверить вместе. Итак, прошло даже больше трех часов. Количество масла в чашке практически не уменьшилось. Тем не менее, мы можем высчитать, сколько масла сгорело за три часа. У нас есть скриншот, который мы сделали в начале видео. С помощью шприца доведем количество масла до первоначального уровня. Десяти кубов маловато. Добавим еще. В общей сложности долил 16 кубиков. Немного перелил и если учесть, что кроме масла еще сгорел и кусочек свечи, то думаю, за три часа сгорело не 16, а 15 кубиков масла. Следовательно, за час сгорает 5 миллилитров. В чашке у нас 200 грамм масла. Делим на 5. Выходит, что свеча может гореть непрерывно на протяжении 40 часов. Согласитесь, цифры впечатляют. Правда? Если согласны со мной, поддержите видео лайком. Разница в длительности горения свечей вычисляется тоже просто. 40 часов это 2400 минут. Делим на 35 минут. Время за которое сгорела свеча без масла. И получается, что свеча с маслом будет гореть в 68 раз дольше. Вот такая занимательная математика. Пару слов о безопасности. При горении масло нагрелось выше окружающей среды всего на 5 градусов. Если случайно опрокинуть чашку с горящей свечой, масло не загорится. Но как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому будьте аккуратны. Наверняка кто-то из вас повторит эксперимент. Отпишитесь в комментариях, как долго горела ваша свеча. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать канал лайком или дизлайком. И подписаться на новые видео.